Венеция. 75-й ежегодный кинофестиваль по традиции собрал в самом романтичном городе Италии кинокритиков и звезд. В этом году жюри под председательством Гильермо Дель Торо решала судьбу 21-й картины основного конкурса. Триумфаторов обсуждают до сих пор. Спецприз жюри получила историческая драма «Соловей» от австралийки Дженнифер Кент. К слову, она единственная женщина-режиссер в конкурсе смотра. Серебряных львов в Венецию достались сразу двое – Жак Адияр и Йоргос Вантимас. Французский постановщик отмечен награды за вестерн «Братья Систерс», а греческий мастер – за картину «Паворитка». «Золотого льва» главную премию юбилейного монстра отхватил мексиканец Альфонсо Куарон за ленту «Рим». Впрочем, внимание заслуживают не только победители, но и те ленты, которые вызвали наибольший восторг фестивальной аудитории. Вадим Мартишевский не оставил за кадром достойной работы, которые займут свое место в киноискусстве. Венеция стала трамплином, от которого отталкиваются фавориты гонки за престижными голливудскими трофеями. Об этом на фестивальном «Лида» разговоры идут уже не первый год. Однако в том, что на старейшем и знаменитом кинофестивале в Италии проходят премьерные показы фильмов с участием голливудских звезд, есть свои минусы. Заслуженного внимания лишаются неамериканские картины. Постановщик триллера «Жизнь других» представил публике свой новый фильм «Работа без авторства». Флориан Хенкель фон Доннерсмарк вновь обращается к истории Германии. В основу сюжета положена вымышленная биография деятеля культуры, родившегося в 30-е годы. Через его судьбу Ленда повествует об отголосках нацизмах в послевоенной Германии и новых течениях в искусстве 60-х. Искусство – идеальный инструмент, чтобы взглянуть на то, что из себя представляет общество. Наш фильм о немецкой душе, об искусстве Герхарда Рихтера, которым мы вдохновлялись, создавая ленту. «Работа без авторства» – это отличное кино о Германии и сделанное в Германии, но при этом оно для зрителей во всем мире. Яркий мир, обреченный на неудачу, создают в семейной драме «Ласла Немиш». Венгерского постановщика зритель должен помнить по камерному и прондительному фильму о Холокосте «Сын Саула», получившему Оскар. В своей второй работе режиссер переводит часы на несколько десятилетий назад и показывает события в Будапеште в канун Первой мировой войны. Лента рассказывает о девушке, которая пытается вернуть оставшийся от родителей магазин шляп, а также отыскать своего пропавшего брата. Камера чуть ли не всюду следует за главной героиней, а ее личная история становится отражением заката старой Европы. Авторы резко отходят от любых стандартов и на фоне выверенных отшлифованных изделий венецианской программы картина заката будоражат своей болезненной и тревожной красотой. Я хотел снять фильм, похожий на лабиринт. Наша жизнь в сущности — это один сплошной лабиринт. Потенциал лент велик даже на начальной стадии работы, но порой кажется, что ряд произведений будто по учебникам сняты. Некоторые киноэпопеи попахивает студийным антуражем, чем отражают реалии эпохи. Я считаю, кинематограф должен открывать новые дороги и толкать зрителей на различные приключения. Мне захотелось погрузить аудиторию в атмосферу мира, в которой жила молодая женщина в начале 20 века. Еврейский постановщик Джулиан Шнабель, больше 20 лет назад снявший фильм про Баскию, теперь взялся за великого импрессиониста, чья жизнь и работы в последнее время — излюбленный сюжет для сценариев. Роль Ван Гога в ленте «На пороге вечности» исполнил Уильям Дефо. Кроме того, в актёрском составе задействованы Матьё Амальрик, Эммануэль Синье, Мац Миккельсен и Оскар Айзек в роли Поля Гогена. Это не боёбик в привычном понимании, а импровизация на темы характера, судьбы и стиля живописца. Отсюда созерцательность, попытки понять тайны природной красоты, солнечного света, игры красок на земле и в небе. Ван Гог много писал. То, что происходит в фильме, взято из его писем. Я бы даже сказал, что в них он изъяснялся весьма доходчиво. Это кино о живописи художники и его отношении к бесконечности. История подаётся от лица мастера. В ней содержатся важные, на мой взгляд, моменты его жизни. Но это неофициальная история. Это моя версия. Само собой, особое внимание на острове Лида приковывается к фильмам-участникам от популярных стриминговых сервисов. Будь то баллада «Абастерис Кракси» от «Братьев Коэн», «Рим» от мексиканца Куарона или ремейк итальянского хоррора «Суспирия» от «Гуадонина». Решение руководства кинофорума о включении в список таких лент – своего рода вынужденная уступка. Ведь нельзя игнорировать реальность. И дирекция Венецианского кинофестиваля это прекрасно понимает. Сегодня значительная часть авторского кино, наиболее интересного кино с самыми яркими актёрами, производится компаниями Netflix и Amazon. На фоне теряющего былую энергию каннского смотра итальянская монстра набирает обороты. И вполне вероятно, что в скором времени перехватит пальму первенства. Вадим Артишевский. Вокруг планеты.